Уважаемые коллеги, гости, дамы и господа! Сегодня как раз исполняется 110 лет со дня рождения Евгению Константиновичу Завойскому. Евгений Константинович работал в Казанском университете с самого начала и здесь выполнял научные исследования в разных областях. Но главное, что он сделал, это в стенах Казанского университета открыл электронный промагнитный резонанс, который стал одним из самых великих открытий XX века. И надо сказать, что в других областях Завойский тоже сделал важные открытия в физике плазмы, в физике измерения коротких импульсов. И во всех областях он оставил след, но больше всего все-таки наиболее важное значение для науки и для истории – это открытие электронного промагнитного резонанса, которое произошло как раз в тяжелые годы войны, когда не было, конечно, никакого дополнительного оборудования, и он все сделал своими руками. Это великий экспериментатор, который все делает сам. И, как говорили среди академиков, он один из немногих, который делает все своими руками. И у него были, конечно, замечательные ученики. Ну, что значит ученики? Помощники, которые примерно того же самого возраста были. Это Семен Александрович Альшулер и Борис Михайлович Козырев. С ними он вместе и работал, и в какой-то степени они тоже внесли вклад, но главное, конечно, было экспериментальное открытие парамагнитного резонанса. Надо сказать, что он вскоре все-таки уехал в Москву, и поскольку был приглашен работать в проекте по созданию ядерной бомбы, и Курчатовым был приглашен, но для него всегда оставался в поле интересов электронный парамагнитный резонанс. Он всю свою жизнь отслеживал, что и как развивается в этой области, куда и как применяется. И я бы сказал и так, что благодаря ему именно были сделаны многие другие открытия. в том числе высокотемпература и сверхпроводимость, потому что ее открыл специалист в области электронного парамагнитного резонанса Алекс Мюллер. И сам он тоже искал высокотемпературу и сверхпроводимость. И вот в связи с этими разносторонними интересами Евгения Константиновича, Семен Александрович Альшулер, его коллега ближайший, решил начать цикл таких лекций, приглашая крупных ученых, внесших огромный вклад в мировую науку, чтобы ознакомиться с новыми достижениями. Не обязательно в области электронного парамагнитного резонанса, просто в любой области физики, которая является важной и существенной. И так начались завойские чтения в 1982 году. В этом же году, на этих лекциях, Семен Александрович выступил с докладом во вступительном слове о жизнедеятельности Евгения Константиновича Завойского. А доклад сделал впоследствии Нобелевский уряд Виталий Лазаревич Гинсбург на тему резонанса в космосе, докладывая о достижениях рентгеновской астрономии. И на этих завойских чтениях в дальнейшем Семен Александрович, к сожалению, ушел от нас в 1983 году. И на нас, на учеников Семен Александровича, легла ответственность проводить и дальше завойские чтения. И выступили такие замечательные ученые, известные во всем мире, как академик Келдыш, академик Раль Сагдеев, академик Боровик Романов и многие другие. И затем, к сожалению, эти завойские чтения по разным причинам были прерваны. И вот сейчас, когда исполняется 110 лет со дня рождения Евгения Константиновича, мы возобновляем эту традицию завойских чтений. И к нашему большому удовольствию согласился известный физик, а дальше станет ясно, в какой области, Рудольф Гримм, профессор Емсбургского университета. И мы думаем, что эта традиция продолжится. А сейчас с приветственным словом выступит проректор по науке, по образованию Казанского федерального университета, профессор Дмитрий Альбертович Таюрский. Уважаемые коллеги, гости, прежде всего, нам очень приятно, что сегодня в этом зале мы возрождаем славную традицию завойских чтений. Наш университет является вторым университетом в Российской Федерации по возрасту, один из самых старейших университетов после Московского университета. И за всю историю наш университет претерпевал множество изменений. Новый отсчет работы жизни университета начался в 2010 году, когда мы получили статус федерального университета. И с тех пор многие утерянные, казалось бы, позиции мы начинаем восстанавливать. Так, при открытии Казанского императорского университета было четыре отдела, четыре отделения, включая отделение медицинских наук. В силу определенных обстоятельств в 30-е годы 20-го века это отделение было преобразовано в Казанский медицинский университет, институт тогда, но в новейшей истории нашего университета мы возродили и создали Институт фундаментальной медицины и биологии. Я могу такие примеры продолжать. И вот сегодня очень приятно, что мы возрождаем очень хорошую традицию, традицию завойских чтений. Университет динамично развивается и все больше и больше позиционируется на международной арене. Достаточно сказать, что за последние пять лет мы в пять раз увеличили свою публикационную активность. Нас узнают в мире, хотя школа магнитного резонанса всегда была хорошо известна во всем мире. Сегодня Казанский университет приезжает учиться иностранные студенты. На сегодняшний день у нас каждый десятый студент – это студент-иностранец. Мы учим более пяти тысяч иностранных студентов. Много наших профессоров, коллег, ученых выезжает с лекциями за границей. Мы активно работаем над созданием нового университета, который сегодня называется университет 3.0, где к двум традиционным областям университетской жизни, а именно образование и наука, еще привносится обязательно трансфер технологий. У нас университет обладает собственными площадками для апробации всех научных и образовательных технологий, которые мы разрабатываем. И возрождение заводских чтений – это тоже очень важный момент в деле позиционирования Казанского университета на международной арене. Мы очень долго подбирали кандидатов, кто бы мог прочитать лекцию в 2017 году, учитывая высокие требования, высокую планку, которые задал еще Симон Александрович Альшильдер при организации самых первых заводских чтений. Мы очень рады, что на нашу просьбу откликнулся профессор Родольф Гримм, профессор университета города Инсбург, Австрия, зам. директора Института квантовой оптики и квантовой информатики Австрийской академии наук, действительный член Академии наук Австрии. Сегодня он расскажет о тех работах, которые он выполнял. Но прежде чем начать его выступление и дать небольшое введение, я хотел бы передать слово внучке Евгения Константиновича Завойского, Елене Борисовне, которая любезно согласилась приехать к нам. Пожалуйста, Елена Борисовна, вам слово. Здравствуйте. К сожалению, мама по возрасту не смогла приехать, но она передала послание, которое я вам зачитаю. Дорогие друзья электронного парамагнитного резонанса, мой поклон всем собравшимся в этом зале, чтобы почтить память Евгения Константиновича Завойского, первооткрывателя ЭПР. В 1944 году в Казани на исходе войны в небольшой университетской лаборатории, где сейчас расположен музей-лаборатория, впервые наблюдалось новое фундаментальное физическое явление, названное электронным парамагнитным резонансом. Думал ли автор открытия о его дальнейшей судьбе? Безусловно, думал. В течение всей жизни он не забывал любимое научное детище, как и своих дорогих его сердцем друзей и соратников Семена Александровича Альшулеры и Бориса Михайловича Козырева. Прошло несколько лет со дня появления на свет открытий, и у друзей появились научные дети, а потом и внуки. Кто из молодежи сейчас занимается радиоспектроскопией, для них Завойский тоже древний-древний прапрапрадедушка. Значит, и сейчас ЭПР не потерял своей привлекательности, раз этот зал собрал так много людей. Теперь Казань – центр международной жизни ЭПР, и это замечательно. В ЭПР будет долгая жизнь, придут новые поклонники этого открытия, они проложат новые пути, откроют новые тайны природы. Также хочу сказать, что как раз к дедушкиному 110-летию мне удалось найти запись в метрической книге о его рождении, которая считалась... Почему-то раньше ее не нашли. Вот она есть, и как раз, что это 15 сентября, по старому стилю, 28 сентября по новому стилю, 110 лет назад родился Евгений Константинович Завойский. Хочу поблагодарить от имени нашей семьи, от мамы, от своих сыновей, от себя, Казань за теплый прием и за память о дедушке. Спасибо. Также хочу презентовать книги. Спасибо. С днем рождения, дедушки. Спасибо. Я хотел бы несколько вводных слов сказать о нашем лекторе. Он является профессором Инсбургского университета, является также спикером Международного совета Казанского федерального университета и входит в состав Попечительского совета Казанского университета. Так что он нам совершенно не чужой, а свой человек. Он является также академик Австрийской академии наук и был признан лучшим ученым Австрии в 2009 году. Ему неоднократно присуждались различные премии. Научная область его, конечно, является всем известна физика ультрахолодных атомов. И последние годы это бурно развивающаяся область. И здесь он сделал фундаментальный вклад. В 2002 году его группа впервые в мире добилась создания обозрения стендерской конденсации из атомов цезия. Конечно, для ультрахолодных атомов цезия. Затем была бозоконденсация молекул. И вот эта работа была включена в десятку глобальных достижений в области естественных наук 2004 года по версии журнала Science. В 2006 году он получил первое экспериментальное подтверждение квантового состояния Ефимова. Надо сказать, что это очень странное и необычное состояние, которое предсказал Ефимов аж в 70-м году. То есть почти 50 лет назад. И все думали, что это просто игра ума. Как это часто бывает у теоретиков. Но профессор Рудольф Гримм экспериментально обнаружил это состояние. И вот он об этом расскажет. И надо сказать, что он сотрудничает с нашими молодыми людьми также. И сегодня его лекция называется «Магия ультрахолодной материи». Или иначе «The magic of the ultra-cold matter». Я приглашаю вас к лекции. Уважаемые коллеги, гости, студенты. Для меня это большая честь быть первым после длинного перерыва докладчиком чтения в Завойске. Но я хочу вас познакомить с миром ультрахолодной материи. Это какой странный мир. Это мир. Там влияются законы квантовой физики. И атомы ведут себя очень странно. Доклад будет на английском языке. На русском я не могу. Целый доклад. Но разрешите мне вам говорить несколько слов о том месте, где я работаю и живу. Это Инспуг здесь. Вы видите здесь. Инспуг – город Валпах. Ну и Инспуг находится здесь, на этой узкой полоске между Германией и Италией. И это город, столица земли Тирол с населением 130 тысяч. Ну, примерно в 10 раз меньше, чем Казан. А Инспуг – это, вот вы видите здесь, наш старый город, где всегда очень много туристов. А это знаменитая золотая крыша. И Инспуг – это город туризма, спорта и науки, и образования. Ну, это очень похоже в Казани. А это наш университет, главное здание, Инспугский университет. У нас 28 тысяч студентов. И в этом здании находится наш институт по квантовой физике. Это институт Австрийской академии наук. Теперь, позвольте мне перейти на английский. Okay, so this now is the outline of my talk. Это план нашей лекции. Она будет состоять из двух частей. Сначала я представлю общую информацию, очень общую, водную, которая называется ультрахолодные атомы. Я объясню, что такое, значит, ультрахолодные. Это будет короткое введение в лазерное охлаждение и важное применение этих научных разработок. Вторая часть касается разработок, которые проводит моя группа в Инсбруке. Она касается сверхтекучести в атомных газах, которые основаны на законе Ефимова. Позвольте начать с самого простого, с того, что поймут все. Это шкала температур, температурная шкала, которая названа именем Цельсия. И это температура, мы видим, при которой замерзает вода, и при которой она не замерзает. Мы знаем, что при 100 градусах вода закипает, и при плюс 4 она замерзает. Но как физики, мы предпочитаем абсолютную шкалу температур, которая носит название Кельвина. Это шкалы, которые различаются по температурам. И абсолютная температурная шкала показывает 30 Кельвинов. Это комнатная температура. Если мы посмотрим на самую холодную, самую низкую, измеренную когда-либо температуру в природе, это будет точка на станции Восток в Арктике. И это минус 89 градусов по Цельсию, 184 по Кельвину. И мы не можем здесь говорить об абсолютном нуле. Многие ученые называют азот как самый естественный охладитель, который достигает температуры 77 Кельвинов. И если мы посмотрим в космос, мы увидим, что температура излучения составляет 3 Кельвина в космосе. Это по шкале Кельвина. И мы очень близки к нулю. Но позвольте поменять шкалы, и представить алгоритмическую шкалу. Это шкала температур в трех разделениях. От 1000 Кельвина, одного Кельвина, одного миликельвина, одного макрокельвина и одного нанокельвина. Здесь у нас комнатная температура, и мы находимся в точке в 1 Кельвин, между одним и до 100 Кельвинов. И самые низкие температуры, мы интересуемся именно ими. И мы можем использовать логарифмическую шкалу температур, которая позволяет измерять температуру вплоть до миликельвинов, чтобы мы могли работать с самыми низкими температурами. И этот цилиндр, в который помещаются жидкие гели, и которым охлаждаются жидкости. Мы работаем в этой области от одного микрокельвина до одного макрокельвина. Это в миллионы раз ниже, чем... Это позволяет нам работать с этими новыми технологиями, позволяет нам работать на этом уровне температуры. Это... Вот так выглядят наши лаборатории. Кажется, что там беспорядок. На самом деле, это много электроники и оптики, которые... Это нанофотография. Это одна из наших фотографий в нашем академическом институции сделана. И вы видите, что в центре находится ультравакуумная камера. Нам необходим этот вакуум. Он окружен экспериментальной контрольной доской приборов, контрольными приборами, электроникой и так далее. И здесь находятся лазеры и оптика. Это то, как выглядит наш эксперимент. Здесь происходит физика, случается физика. Если говорить в простых терминах, что происходит в этой камере? Электромагнитные силы притягиваются на уровне лазеров, и они составляют облако атомов. Оно очень маленькое. Диаметр в один микрометр. Это очень маленькое облако. И это облако содержит сотни тысяч атомов. Иногда больше, иногда меньше. И потом мы считаем количество атомов и сравниваем их с количеством атомов в воздухе. И мы понимаем, что плотность намного меньше. И мы понимаем, что этот газ очень разреженный, и поэтому у него появляется очень странная манера поведения. И если мы охлаждаем газ, вы видите эту картинку, мы делаем фотографию абсорбации газа в облаке, и мы, зная после этого, создавляем смешного изображения. Мы рассчитываем количество газа в лазерном пучке, и это позволяет нам работать и понимать, что происходит в газовом пучке. Почему мы работаем с атомным газом? При комнатной температуре газы распространяются очень быстро. при температуре 300 метров в секунду. И это обычная скорость распространения газа при комнатной температуре. Когда мы охлаждаем газ, нам просто охладить его до 300 микрокельвинов, и газы замедляются, и плотность становится меньше, и скорость распространения газа становится также в разы меньше, в десятки раз, в сотни раз меньше. И это далее это позволяет нам наблюдать за атомами, и они недолгого времени при помощи спектроскопии, и это очень помогает нам при наблюдении высокой разрешения спектроскопии. И если мы будем продолжать охлаждать газ, мы получим ультрахолодный газ при температуре 30 нанокельвинов, это миллионы, миллиарды кельвинов, и мы можем сравнить движение газа в этой среде со скоростью улитки. И почему это интересно? Для нас это интересно, поскольку атомы становятся очень медленными, и их природа волн становится очень интересной. И здесь мы наблюдаем очень много интересных явлений. И я еще вернусь к этому. это то, что совершенно отличается. Это наблюдение кометы Голубого. Вы знаете, что это было 1997 год, это было очень прекрасное зрелище. Видите, здесь два хвоста. Этот голубой, прямой, а этот немножко загнут. Что произошло? Это, в общем-то, частицы пыли, это заряженные частицы, и солнечный свет соответственно отклоняет этот хвост кометы. То есть, некие силы, которые действуют здесь, которые были поняты, как это наблюдалось в течение сотен лет, и их наблюдал еще Кеплер. Они уже поняли, что это некое давление, которое източают атомы, входящие в состав хвоста кометы. Какой же свет излучают эти частицы? И это исследование было исследовано господином Лебедевым, профессором Лебедевым в 1990-1900 году, который выявил, что свет может вести себя определенным образом и вызывает круговые движения. Видите монету с изображением Лебедева на этом монете? Видите, в общем-то, его эксперимент. Довольно интересный, поскольку эта работа была опубликована в Германии, и для меня достаточно легко прочитать, о чем эта работа. Аналогичная работа была выполнена двумя американцами, я думаю, что два или три года спустя, но это была первая демонстрация этого светового давления. Но так после ситуация изменилась кардинальным образом с изображением лазера. Те силы, которые изобретаются лучом лазера и атомы могут обретать большую силу, и они, соответственно, можем их разгонять. То, что мы обычно делаем в рамках наших экспериментов, атомарные пучки, то есть некий материал нагревается, например, сода до 350 градусов, и затем есть отверстие, и через это отверстие этот пучок, эти атомы покидают этот блок. Затем мы использовали лазер, который оказывал как-то противодействующую силу воздействию, чтобы замедлить движение этих атомов. И скорость изменилась, это обычная скорость, некоторые из них быстрее, некоторые из них медленнее, но обычная скорость составляла порядка 500 микрометров в секунду. Это вам нужен только 1 метр и даже меньше, чтобы замедлить движение этих атомов, чтобы они вообще остановились до полной остановки. Это деакцелерация атомов, и это было очень важное открытие на наблюдение. и я сейчас перехожу к этой карте, к этому изображению. Эффект Доплера, австрийский физик, кстати, сыграл большую роль, поскольку лазер приходит в резонанс, когда нужно найти нужную частоту, что не просто в условиях лаборатории, но если вы найдете правильную частоту, тогда есть смещение частоты в результате эффекта Доплера, и определенная группа атомов возбуждается, и эффект Доплера имеет большое значение в физике, также и в частности имеет множество практических приложений. Еще один пример, я нашел эту картинку для эффекта Доплера, она вам может понравиться или нет, но я хочу заметить следующее замечание, если сейчас, если мы снижаем скорость атомов, эта группа, она соответственно освобождается, то есть в скорости мы достигаем определенного пика, и этот пик был впервые зарегистрирован, знаете, где это произошло? Это произошло рядом с Москвой, в Троицке, в лаборатории в институте спектроскопии, группой, группой, это первые сигналы охлаждения лазера, которые были впервые зарегистрированы, это определили определенные эксперименты, работа была в 1981 году, это первая работа, вот это пиковое значение. Что вы делаете дальше? Вы можете поменять частоту и довести эту скорость до нуля, то есть привести эту скорость практически к абсолютному нулю. Таким образом, этот момент, который я хотел упомянуть здесь, это институт спектроскопии в Троицке, находится в окрестностях Москвы, и мне особая честь и удовольствие работать в этом институте в начале 90-х и, в общем-то, в конце 80-х, это фотография, которую я нашел, это я, несколько лет моложе, с моими российскими коллегами, это, в общем-то, бор, который мы используем для того, чтобы охлаждать этот сигнал, в общем-то, 10 лет до этого фотографии, собственно говоря, 10 лет этому оборудованию, это историческая фотография. Декселерация отварного пучка, вы создаете эти пучки, он в какой-то момент, атомы замедляются и останавливаются, и вы, соответственно, со всех направлений подаете сюда лазерные атомные пучки, вы создаете такую атомную ловушку, то есть я не буду рассказывать все фокусы, вы можете почитать литературу, но если вы используете этот пучок со всех сторон, сразу с различных направлений, затем вам нужно создать магнитное поле, это силиндрическое поле, вам необходимо использовать правильную поляризацию, но это уже для экспертов, и вы собираете атомы в облако в самом центре, в этой точке, и можете захватить миллионы и даже миллиарды атомов подобным образом, и это для всех экспериментов это первый шаг для того, чтобы собрать эти атомы в этой точке, может быть милликельвин или несколько сот микрокельвинов, это всегда источник, когда вы можете организовать подобную ловушку, это порядка 500 или даже тысячи лабораторий по всему миру, это магнитная ловушка, мы здесь ставим магнитное поле, много различных оптических приборов, и здесь есть собственно говоря стронцы, материал стронцы, он дает такое прекрасное голубое свечение, такое вот облако атомов стронца, ну у нас разные цвета есть в наших экспериментах, есть в общем-то стронцевое облако, которое, например, литийное облако также имеет большое значение для них, вы можете их захватить в таком же объеме, но с точки зрения демонстрации мы обычно их выводим за скобки, ну то есть главным образом это стронцы и литий, также я могу вам показать аналогичным в желтом спектре, это достаточно новый образец с очень интересными магнитными характеристиками вы видите здесь соответствующее облако, это прекрасная картина, очень интересно это наблюдать, как оно разрастается, и вы можете перемещать это облако, если вы модулируете ваше магнитное поле, и атомы могут танцевать, это настоящее шоу, но вопрос в том, что это красиво, но почему это интересно, какая у него практическая польза, очевидно, конечно, он полезен для чего-то, поскольку разработки в охлаждении лазера и захвата, а эти три человека и они получили Нобелевскую премию в общем-то они этот момент, который я хочу напомнить это Владилен Степанович Владилен Степанович Литохов в своей лаборатории и он был действительно истинным первопроходцем и он попрыгал первые труды и он в этой области в общем-то первый зарегистрированный сигнал охлажденных атомов они также заслуживают Нобелевской премии в этом не может быть никаких вопросов я думаю что он в общем-то также заслуживает подобного уважения и почета это в общем-то аналогичная история с Нобелевской премией Завойского немножко перескочим сейчас это первые атомные часы для учета времени 1955 год национальной лаборатории физики в Лондоне это не выглядит как часы конечно но то что здесь у вас есть это атомный пучок это атомы цезия вы используете определенные вы можете соответственно прочитать это время и рассчитать его собственно максимальной точностью это довольно был хороший точность составляла 3 миллисекунды за 1 год и в конце охлаждения лазера эти часы могли значительно улучшились радикальным образом и мы получили различные магнитуды и современные часы позволить мне почитать составляет в 100 миллионов раз более точно чем первый экземпляр я дам представлю фотографию этого этой часы это стронцевые часы в Олдере точность составляет в 2 в минус 18 степени 1 наносекунда за 100 лет такая точность чрезвычайно точная вы можете выполнить невероятные вещи используя эти часы если вы посмотрите на теорию относительности например гравитация минус 18 степени можете измерить что эти часы они нашли до этого уровня они соответственно то есть то как течет время на разных уровнях оно меняется оно различается это релятивическая геодезия ну в общем-то потенциал земли это действительно имеет эволюционное значение революционное значение вы можете применять их и синхронизировать охватывая весь мир единой сетью навигации судов воздушных судов морских судов это уже что-то это действительно имеет большое значение итак я уже поговорил рассказал о конкретном применении атомных часов сверхточные гравитационные сенсоры и квантовая информация которую мы получаем используя возможно холодные атомы это некий последний гиги-медиум которые нам позволили получать информацию но именно на этом я работаю сейчас это имеет конкретное применение и в том числе это имеет значение для фонтанальной физики наш интерес использует это сверх холодные атомы для создания модульных систем для субстанции для материи для того чтобы понять основные принципы как существует материя как она развивается согласно законам квантовой механики и можем понимать системы конденсирования только для сразу после большого взрыва то есть те вещи которые мы можем узнать используя сложную материю используя данные фундаментальной теории фундаментальной физики это не очень хорошая презентация когда мы соотносим с двух сторон прямое применение и фундаментальную физику эти вещи которые сейчас это в общем-то реализация принципов фундаментальной физики которые мы нашли в реальном мире это но здесь мы наблюдаем очень тесную связь фундаментальной физических исследований и реального применения новые применения позволили нам осуществить благодаря изобретению лазерей затем мы находим эти приложения в самых неожиданных областях лазер является ярким примером подобного рода применения таким образом в общем-то работа фундаментальной наукой она взаимодействует с предполагодной стороной то есть создание например создание новых материалов сейчас я перехожу к ограничениям лазерного охлаждения на какой-то момент оно ограничено поскольку свет состоит из фотонов и фотоны это дискретные частицы которые их дискретность в конечном счете ограничивает температурные показатели и имеет определенные эффекты которые я не буду объяснять потому что это получится очень долго в зависимости от образца который мы используем мы соответственно получаем различные показатели можем хотим изучать еще один фактор доходить до минимальных значений температур я сейчас показываю вам эту фотографию чашки горячего чая почему? потому что здесь это пар пар это испарение это частицы которые несут огромное количество энергии они уносят огромное количество энергии и фокус в том что если вы хотите остудить свой час вы сдуваете эти частицы этот пар с поверхности вы удаляете самые горящие частицы и новые частицы покидают поверхность это очень эффективный способ получения энергии это эвапорационное охлаждение схематически мы представили это вот так то есть мы содержим они находятся в неком контейнере мы создаем поле мы позволяем некоторым частицам покидать это пространство затем есть дополнительные факторы и затем мы продолжаем этот процесс зацикливать иногда это достаточно просто проводить подобный эксперимент но в конечном счете мы получаем эффект мы начали с миллиарда и затем осталось миллионов в конце концов мы довольны были подобным результатом это в общем-то мы стараемся повысить эффективность данного эксперимента у вас горячий образец высокая скорость когда падает температура замедляется скорость и соответственно здесь проявляется волновая природа когда охлаждаете дальше то есть эта волновая природа этих частиц она еще больше проявляется и интересное что-то происходит конкретно вот эти две примеры они синхронизируются у них есть такая склонность и тенденция к синхронизации и будет пиковая волна этих атомов когда они синхронизированы и в свои волновые проявления Если вы будете квалифицировать эти атомы в этом микроскопическом волновой материи, мы это называем микроскопическая волна, взяли пример классического газа, мы охлаждали, 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 он испарялся, и в конце мы нашли вот такое состояние материи, которое называется Бозенштейнский конденсат. Он полностью синхронизирован, это аналогичный принцип, который позволяет лазерам работать, и здесь, в общем-то, то, как я указываю своей лазерной указкой, в какой-то момент он конденсируется, и все фотоны, они ведут себя подобным образом. Это Бозенштейновский конденсат, он назван в честь физики из Индии и, естественно, Альберта Эйнштейна, то, что было, в общем-то, открыто и представлено в 1925 году. И, то есть, прошло 70 лет, когда был аналогичный эксперимент, был проведен в подобном направлении, в 1995 году, и также в Массачистском технологическом институте. Это профиль горячего облака, когда видите, пиковые значения по мере охлаждения, и, в общем-то, вот все, что остается. Это так реализуется, вот этот принцип действия Бозенштейновского конденсата. Это три человека, которые получили Нобелевскую премию в 2001 году за создание Бозенштейновского конденсата. Вы можете понять невероятность этого процесса, провести эту аналогию. Лампочка, обычно, это аналог термального облака. И лазер здесь – это аналог Бозенштейновского конденсата. Они, в общем-то, прекрасным образом синхронизированы. И есть масса применений подобных решений. Довольно интересно. Это периодическая таблица. Первые эксперименты Бозенштейновского конденсата. Это рубизиум, содиум в 1995 году в США. Это когда мы получили первые конденсаты. И сейчас у нас есть порядка 13 различных образцов материи, которые были конденсированы. Это очень интересно, поскольку они имеют различные характеристики. Некоторые очень эманирующие, многие очень репульсивные. Они более склонны к притяжению. И очень много интересных вещей, которые вы можете обнаружить здесь. Вы можете найти три примера австрийского флага. Мы получили с тронциум, сезиум в 2009 году, и орбиум в 2013 году. То есть это позволяет нам открывать новые возможности применения этого эксперимента. Таким образом, я хочу перехожу к этой теме, к теме сверхотехучести и сверхпродуктивной проводимости. Это фотография жидкого геля. Если вы нагреваете его до определенной температуры, он появляется таким образом. Это суперпроводник, сверхпроводник. Видите, конечно же, картинки разные, но исходно, фундаментально они похожи, поскольку сверхпроводники – это сверхтекучие элементы электрона, поскольку они заряжаются определенным образом. Этот феномен, эти два явления, они чрезвычайно близки. Сверхпроводимость, сверхтекучесть. Очень интересно, поскольку многие нобелевские лауреаты получили свою премию благодаря своим исследованиям в соответствующей области. И я, в общем-то, представил их на этом слайде. Нобелевский принят премию 1962 года Валандау, его теории по сверхтекучести. Капица, 1978 год, за его защиту сверхтекучих жидкостей. И на этой картинке мы видим, очень интересно, это Гинсбург. Это Гинсбург, которые изучали эффекты сверхпроводников. Удивительное явление, конечно же, имеет практическое применение. Это создание очень мощного магнитного поля. Это, в общем-то, акселератор. Это медицинское применение. Прибор МРТ, сверхпроводимые магниты, которые используются в медицине. Еще одно применение, которое сейчас набирает обороты и становится реальностью. Это? Силовые кабели. Силовые кабели. Тех районов, где очень высокая плотность населения, очень большое потребление энергии. И там мы используем сверхпроводимые кабели. Силовые кабели. Там, где, конечно же, это не оплачивается, поскольку это затратный проект, это требует охлаждения. Но мое исследование посвящено созданию сверхпроводника, который будет работать при комнатной температуре. Это положит улучшить и упростить управление и производство силовых кабелей, в частности, и вообще, в принципе, решение энергетических проблем. Соответственно, мы хотим узнать больше о сверхпроводниках. Я бы хотела сказать несколько слов о работе суперпроводников и простых суперпроводников. У нас есть кристаллические решетки, и здесь мы наблюдаем пару заряженных электронов. Они притягиваются друг к другу, и дальше у нас получаются два электрона, которые называются парокупера или бозоны. Дело в том, что электроны на фундаментальном уровне являются фермионами, но дело в том, что когда у нас появляется пара фермионов, у нас появляется пара бозонов, и это формирует конденсат и позволяет работать на уровне супертекучести, сверхтекучести. И мы приходим к этой основе известной теории. Это высокотемпературные сверхпроводники, это сложные материалы, сложные структуры, которые вовлечены здесь. Это очень-очень сложные материалы, и они до сих пор... Уже три десятилетия прошло после открытия сверхпроводимости, но, тем не менее, специалисты в этой области до сих пор спорят по поводу объяснений, того, что является суперсверхпроводимостью, и до сих пор остается много вопросов, и мы должны развивать, разрабатывать эти вопросы. У нас другой подход. Мы используем систему моделей, которую я уже упоминал, для того, чтобы символизировать, систематизировать в естественной среде, и мы называем это подход квантовой симуляцией. И для этого мы используем ультрахолодные атомы для симуляции процесса. У нас есть пара Купера, но мы можем ее стимулировать, эту пару, даже лучше, чем в природе. Мы можем взять два фермиона литиума, и они могут совмещаться в пару, и это просто превращается в молекулу. Но если мы ее расширим, это будет более сложная форма, и мы можем применять магнитное поле, и можем контролировать эту пару таким образом на уровне контроля. А далее, позвольте рассказать вам удивительную историю из научной жизни. Это случилось в 2003 году, летом. И жидкие газы, фермионы газы, которые охладили и получили удивительные модели для того, чтобы создать суперсверхпроводимые жидкости. И несколько групп ученых работали над конденсацией газов, и здесь целый список журналов, которые публиковали статьи по проводникам. И шесть групп были упомянуты, четыре из Штатов, одна из Франции и одна из Италии. Но далее, в ноябре 2003-го общественность, научное сообщество было сильно удивлено, когда мы увидели новую статью в журнале Nature, опубликованную австрийскими учеными. И мы сумели достичь успехов в достижении результатов в области пиков проводимости. И в то же время мы сумели захватить в ловушку сверхтекучей жидкости. И мы получили облако атомов литиума с фермионами, и мы получили катушку для того, чтобы направлять их движения. И общая система разрабатывается где-то в 50 лабораториях во всем мире, и в том числе группа из Нижнего Новгорода, которые проводят также исследования в двухмерном измерении. И эти катушки выглядят следующим образом. Это стеклянная колба с вакуумом, и этот прибор позволяет нам достигать следующие результаты, которые здесь показаны в детальных. Это происходило в Винсбурге, это в Болдере, и это опубликована статья в Science и в Nature. И если вы посмотрите, когда эти статьи вышли, вы увидите, что они вышли практически одновременно, хотя группы работали независимо друг от друга. Как мы исследуем наши системы? Сначала мы смотрим на них, мы смотрим на форму облака, и что мы можем получить из этой формы. Дальше мы применяем еще какие-то неизвестные объекты, предметы, мы можем их сжимать или направлять на них излучение, подогревать и так далее. Мы применяем все возможные методы, но я покажу, как мы сжимаем их и трясем их, как мы стучим по ним. Когда мы сжимаем это облако, мы направляем давление, и облако начинает осциллировать. И из этого мы получаем информацию по компрессионности облака, а потом мы строим пары и смотрим, как ведет себя газ на определенной частоте. И мы видим, что эта частота очень сильно меняется. И это переход к сверхжидкостям. И здесь газы ведут себя совершенно по-другому, и очень интересные данные получаются именно на этом уровне. Я хочу вам рассказать еще одну историю. Это о распространении звука в сверхжидкостях, в стандартном газе или в жидкости. Мы знаем, что мы сжимаем, мы компрессируем ее, и мы видим распространение плотности волны. Плотность волны происходит так же, как в обычной жидкости. Но если мы помещаем это в среду из жидкого гелия и подогреваем образец, это создает пульс нагревания, или импульс нагревания. Это очень не похоже на все остальное. И волна нагревания является очень специфичной в сверхжидкостях. Если мы помещаем их обе, на разогретую и нет, это быстро и медленно будет иметь разные свойства. Это позволяет нам понимать, в чем заключается эта система. И именно Ландау, теоретик Ландау, еще в 41-м году писал о теории сверхтекучести гелия. И он вычислил два образца. И первый, который был стандартным, а второй был очень интересным. Это очень интересное количество в сверхжидкости, которое состоит из двух частей. Сверхжидкая часть и обычная часть. И это соотношение между сверхжидкостью и обычной жидкостью составляет... И когда он измерил это количество распространения волны, это был первый случай, когда мы смогли измерить скорость распространения волны. Это то, как мы конденсируем сверхжидкость, и мы создаем два типа звуков. Обычный звук и ультразвук. И здесь мы можем измерить обе волны. Это люди, которые работают в лаборатории. Это мой студент, русский студент, который работает в Инсбрунке. И мы очень тесно сотрудничаем с учеными в Италии. Это Лев Питаевский, это наши студенты. И они помогают нам анализировать данные, которые были очень важны для того, чтобы понять, как распространения волны. И у нас попубликована статья, которую вы видите на слайде. И нам очень приятно работать с Левом Питаевским, потому что он взглядел группу, в которой работал... Его отец работал еще с Ландау. Он работал с Ландау. Вот мы видим его вместе на фотографии с Ландау. И он также был заинтересован феноменом сверхжидкостей. И они вместе разрабатывали эту теорию. Здесь показаны измерения. Мы измеряем первую длину скорости звука. И мы смотрим, как звук затихает. И я не буду вдаваться в подробности. И я хочу посмотреть, как мы вычислили уравнения в разных системах. И это позволяет нам... Ультра-холодный газ в Литии очень похож на обычный газ гелия при обычной температурах. И наши эксперименты показывают, что природа позволяет проводить исследования на сверхпроводимости в прикомнатной температуре. И показатель составляет 0,17%. И это позволяет нам работать с материалами, с физикой твердого тела. И мы должны, конечно, подобрать правильный материал для того, чтобы проводить исследования. И моя последняя история, достаточно короткая, о знаменитом прогнозе Ефимова, о трехмерном состоянии материалов. Это статья Ефимова, которая была опубликована в 1970 году, которая говорит о квантовом состоянии, о трех состояниях. Это так называемый сценарий Ефимова, состояние энергии и взаимодействия. И она стала очень популярной. Я бы хотел объяснить вам это в очень простых... Это состояние, которое состоит из трех частиц альбазонов. Это как молекула, но ни один химик не назовет ее молекулой, потому что она очень пространная, и она больше в тысячу раз обычной молекулы, и в состоянии Ефимской молекулы намного больше в состоянии обычной молекулы. Но она очень-очень хрупкая при этом. Это один момент. И ее свойство... Позвольте убрать один из этих атомов. Что произойдет? Все исчезло. Нет, ничего ее не сдерживает. Три объекта, три молекулы могут сдерживаться вместе, стягиваться. Три вместе работают, согласно теории Ефимова. Но две молекулы просто распадаются. Что становится еще? Давайте посмотрим на огромное состояние молекулы Ефимова. Предсказание говорит о том, что должна быть еще одна молекула, которая в 22,7 раза больше. Я могу показать только эффект двух триммера, а она в 22 раза больше. И если такая и существует, она может существовать еще в столько же раз больше, еще в столько раз больше. И они могут быть просто невероятно большими. Это звучит очень странно. И первая реакция на предсказание Ефимова была... Такого не может быть. Мы не верим в это. Это просто смешно. Но потом теоретики начали просчитывать эти молекулы и поняли, что ошибки не было. Очень странно, но теория была доказана. И теория была верна. И я мог рассказать длинную историю о том, как этот эффект исследовали и наблюдали. И многие физики выбирали аспекты работы молекул, но никто из них не достиг больших успехов. Но спустя много лет, в 2005 году, в Инсбруке, мы получили ультрахолодный газ цезия, охлажденный до 10 нанокельвинов. И что произошло? Что мы сделали? На уровне магнитного поля мы провели взаимодействие атомов. Мы пронабляли взаимодействие атомов. И на основании этих исчислений мы посмотрели, сколько атомов исчезли из этой решетки. И сколько попали в ловушку. И что мы обнаружили, это очень ярко выжженные резонансы, которые соответствуют теории. И этот резонанс называется резонансом Ефимова. Это состояние Ефимова, которое мы называем. И здесь появляется лазерная решетка в состоянии Ефимова. И за этим системами мы наблюдали. В других исследованиях и даже в гелии, в других состояниях мы наблюдаем резонанс Ефимова. И Ефимов посетил нас в 2009 году. Это наша лаборатория, когда он был там первый раз. Это был удивительный визит. Многое произошло с того времени. Я бы хотел остановиться коротко на нескольких из них. Можем ли мы пронаблюдать следующий этап? Первый этап всегда очень сложно пронаблюдать. Но мы сумели... И здесь мы видим резонанс, который связан со вторым состоянием Ефимова. И мы пронаблюдали его на уровне 21 кельвина. Это очень близко к числу 22,7. И это подтверждает теорию состояния Ефимова. И здесь... И что произошло? Мы поняли, что тело может иметь не только три агрегатных состояния, но четыре состояния. И они очень близки, и можем найти состояние из пяти тел. И мы также можем наблюдать такое состояние и показатели, возможности наблюдать пятимерное тело. И что интересно, американцы разрабатывают атомную лабораторию в космосе. И это программа, которая применяет квантовое состояние Ефимова в космосе. Когда наблюдаются проблемы с гравитацией, когда производятся какие-то операции в космосе при низких температурах. И почему же это интересно? Это, конечно, фундаментальная наука, и прямое применение состояния Ефимова сложно найти. Но я думаю, это меняет наше мышление, наш подход к мышлению. Здесь мы видим квантовые материалы с двумя источниками атомов, и мы хотим понять, как эти материалы работают. И обычно мы начинаем с элементарного взаимодействия. Синий-красный-красный, красный-синий-синий. И дальше мы приходим к квантовым материалам. Физика Ефимова говорит нам о том, что мы должны пронублять какой-то промежуточный шаг. Когда мы должны понять, что происходит, когда три частицы объединяются, или четыре частицы работают вместе. И это физика многих тел. Это очень важно, и это мой ответ тому, почему состояние Ефимова так интересно наблюдать и изучать. Я перехожу к моему последнему слайду. К серии последних слайдов. Это, опять-таки, очень интересно и важно. Это то, что происходит в различных материалах. Если какая-то частица попадает в среду, и что получается... Опять-таки, Ландау еще рассматривал информацию о квазичастицах. Квази – это какая-то среда, которая существует в другой среде. И они каким-то образом начинают взаимодействовать. Например, в газах лития. Это квазополироны. И у нас много исследований в области частиц полиронов. И как исследовать эти системы. В нашем эксперименте мы создаем среду литиевый газ. И потом мы применяем магнитное поле. И разделяем электронный спин на уровни ядерного спина. И дальше мы применяем радиочастотные микроволны, чтобы вычислить независимые частицы. Созависимые частицы мы проводим спектроскопический анализ для того, чтобы посмотреть, что происходит с этой частицей. Но это как-то не ново для нас. Магнитное поле, микроволны. И вы возбуждаете какое-то поле, применяете спектроскопию. Это очень близко связано с тем, чем занимался Завойский. Это что-то похожее на парамагнитный резонанс. Электромагнитный резонанс. И люди в лаборатории даже не знают, откуда это все пришло уже. И все экспериментаторы пользуются этим. Это еще одна возможность вспомнить великого ученого и поздравить его с днем рождения. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok